Привет всем! Сегодня мы с вами поговорим о саблевидных кистях. Совсем недавно у нас был про них пост, и вы попросили видео, как применять эту саблевидную кисточку. Сегодня у нас в обзоре даже будет несколько таких кистей, мы их сравним. Первая это Eskoda Perla, вот такой у нее номер 1-4. Здесь у нас синтетика, достаточно мягкая. Следующая кисть это Silver Brush Black Velvet, как бы нумерация точно такая же, но уже сейчас даже можно сравнить, что ворс у Silver Brush длиннее, хотя примерно по ширине они плюс-минус одинаковые. Здесь у нас, если я не ошибаюсь, имитация белки и белка, по-моему это микс. И еще у меня есть вот такая вот забавная кисть, это Da Vinci. Это какой-то натуральный ворс, и она, как видите, такого размера уже побольше. Для чего же применять такую саблевидную кисточку? Во-первых, самое большое ее преимущество, то что у нее достаточно большая обойма и острый кончик, что позволяет накопить много краски и рисовать ею тоненько. Например, чаще всего я использую такую тонкую кисть как раз для вот таких вот живых линий. Они легко меняют свою толщину, свой наклон, но есть какие-то некоторые особенности, которые нужно учитывать, когда вы рисуете такой кисточкой. Начнем с кода перлы. Я здесь уже развела колер. На мой взгляд, из всех троих эта кисть самая управляемая, потому что у нее ворс короче, и она может проводить абсолютно-абсолютно тоненькие линии. Точно так же она может проводить какие-то широкие, можно играть с этой толщиной, можно взять ее, например, за кончик и делать какие-то такие, знаете, даже полусухие непрокрасы. Это тоже интересно смотрится. В общем, наверное, самая часто используемая кисть сейчас это из кода перла все-таки, из саблевидных у меня. То есть тут можно играть бесконечно, можно проводить широкие линии, можно вот такие непрокрасы делать, можно тоненькие, можно тоненькие волнистые. Например, если вы чуть-чуть надавливаете, ворс раздваивается, и вот такая вот интересная штучка получается. В общем, правда, интересная кисть, на мой взгляд, она однозначно стоит вашего внимания. Следующая кисточка это Silver Brush. Как я говорила, у нее ворс длиннее, краски в нее набегают больше, но из-за этого нужно быть осторожными. Если вы набираете в нее много краски, она сначала может поставить вам каплю. То есть вот я сейчас хотела провести тонкую линию, да, и вы видите, что с нее прям стекает. С первой такое сделать сложно. Но если вы чуть-чуть снимаете с кончика, то она точно так же делает такие очень-очень тоненькие линии, просто вот это ее такая особенность. Точно так же можно играть с толщиной, то есть по свойствам она очень похожа, даже больше краски в себя набирает. Можно также проводить такие полусухие мазки, но опять же за счет того, что в нее входит больше краски, нужно немножко снимать эту краску с кисти для того, чтобы добиться вот такого вот эффекта непрокрасок. Точно так же можно ее, например, раздвоить и проводить параллельные какие-то линии с завихрениями. В общем, они очень похожи, единственное, что эта кисть чуть-чуть больше, то есть это нужно учитывать. Такую кисть можно купить. В мастер-кисти я знаю точно они продаются. Вот эту кисть я заказывала на Джексон Арт. И последняя кисточка это DaVinci, она больше. Сначала я ее намочу, чтобы вы могли посмотреть. У нее точно так же, видите, достаточно острый кончик. Набираю цвет. Эта кисть вообще, я ее называю сорвиголова. Она еще менее управляемая, то есть у нее тоже капелька на кончике собирается, это нужно учитывать. И, естественно, она тоже может проводить тонкие линии, но опять же нужно контролировать количество краски в кисти. И вот такая вот она тоже интересная. Она менее управляемая, потому что здесь еще более мягкий ворс. Давайте наберем в нее краски побольше. Так. То есть, видите, она чаще делает какую-то непрерывистую линию, пропускает, но все равно можно добиться с ней интересных эффектов. Но ее сложнее контролировать. Я бы, наверное, если вы вот одну из них рассматриваете, вот эту кисть я бы не рассматривала. Потому что она по цене дороже и, как видите, это такая кисть для баловства. Она интересно выглядит, то есть вот за счет ее вот этого маленького кончика. Но в работе я ее применяю реже, чем две предыдущие. Еще у нас был вопрос про каллиграфию, какую из них можно использовать для каллиграфии. Но, ребят, каллиграфией я не занимаюсь, поэтому, к сожалению, этот вопрос не ко мне. Вы видите ли ее возможности? Возможно, что-то ею и получится. Наверное, самая управляемая – это из кода первого. Чуть поживее такая, с сюрпризами – это Black Velvet. В общем, вот такой вот у нас получился обзор. Я надеюсь, он был вам полезен. Напишите, есть ли у вас какая-то в арсенале, если нет, какую бы вы из этих кистей хотели. И до встречи в следующих видео. Всем пока!